Премьер-министр Австралии Тони Эбботт в среду заявил, что он распорядился ограничить въезд в страну для радикальных исламистских проповедников. Своё заявление он сделал в свете рейдов австралийской полиции в дома к представителям мусульманской общины. Недавно Эбботт сказал, что соотношение между свободой и безопасностью должно сместиться. Это, по его словам, необходимо для защиты от радикальных мусульман, планирующих теракты. Теперь же премьер говорит, что проповедникам, разжигающим ненависть по отношению к кому-либо, не будут давать визы для въезда в Австралию. Глава правительства также отметил, что для введения новой системы не нужно вносить изменения в законодательство страны. «Что мы хотим сделать, это удостовериться, что проповедники, разжигающие ненависть, не приедут в эту страну, чтобы распространять свои экстремистские идеи. Между нашими агентствами должна наладиться лучшая координация, чтобы иммиграционный департамент знал этих людей, мог их идентифицировать и отказать им в получении визы». Правительство Австралии выражает большую обеспокоенность в отношении возможных атак радикальных мусульман из других стран, а также боевиков-австралийцев, которые возвращаются в страну после участия в боевых действиях на Ближнем Востоке. Недавно в связи с этим по крупным городам прокатилась серия рейдов. По официальным данным, около 160 австралийцев на сегодняшний день либо участвуют в военных конфликтах на Ближнем Востоке, либо активно поддерживают группы, которые там воюют. По меньшей мере, 20 из них вернулись в Австралию и, как предполагается, представляют угрозу безопасности. Между тем, ведущие представители австралийского мусульманского сообщества говорят, что подвергаются несправедливым нападкам со стороны полиции, а также получают угрозы от радикалов. Они также предупреждают, что ужесточение правил может привести к ответной реакции исламистов.